Жительница Ударского поселка Йодва Елена Есина выиграла в телепередаче «Поле чудес». Преподаватель английского языка уехала в коме на автомобиле. По ее признанию, об участии в шоу она мечтала с детства. И вот мечта не просто сбылась, но и приятно отложилась в памяти. Елена Кононова отсмотрела эфир. Покрутить барабан Елена Есина мечтала с детства. В интервью призналась, составляла кроссворды и даже выжигала их на доске. Но попасть на «Поле чудес» смогла только сейчас. В прошлом году попробовала свои силы в СМС-Викторине. Спустя три недели ей позвонили с Первого канала и сказали «Ждите». Приглашение пришло в октябре. И вот мечта осуществилась. Елена целует дядю Леню. Мои девочки, наши учительницы, они попросили, чтобы вы им передали привет и сказали, что они у нас в самой замечательной Йодвинской школе. И поцеловать вас попросили. С этого начинать надо было. Девочки. Девочки. А это директор особый привет. Елена на игру приехала не одна. Для поддержки взяла с собой сына Елисея, который растрогал ведущего стихами на коми-языке. Это, прости, стихотворение на каком языке? На коми. Участница из коми сразу же выпал сектор-ключ. По словам Елены, машина им и правда нужна, чтобы возить школьников на районное соревнование. Только вот заветный ключик к автомобилю не подошел. Впрочем, фортуна улыбнулась ей вновь. Сектор-ключ выпал снова. И во второй раз интуиция у Дорчанку не подвела. Не обошлось и без курьезов. Отойдя от эмоций, Елена немного смутила Леонида Якубовича вопросом от своей бабушки. Моя бабушка еще очень хотела спросить, и бабушка, и все, а что произошло с той африканкой, которую вам подарили в Африке? Живет у меня дома на коврике. Сумасшедший дом, честно говоря. Дальше для Елены все пошло как по маслу. Она отгадала слово «колымажная». Именно так называлась Кремлевская башня, где когда-то хранились царские экипажи и вышла финал игры. Там, недолго думая, она назвала народное прозвище дворца съездов КПСС – стекляшка. Как оказалось, учительница иностранного языка по первому образованию – историк. Так что с собой жительница Куми увезла не только автомобиль, но и ноутбук, телевизор, велосипед для мужа. От суперигры у Дорчанка отказалась. Главный приз – машина – у нее уже был.